Есть новости, а значит, версификатор снова берется за работу. Их у нас по традиции три. Итак, новость первая. Пассивная. Аж с декабря минувшего года в помещении кинотеатра «Спутник» работает общественная приемная, в которую любой амич может прийти с предложением, как нам праздновать 300-летие города. И чего бы такого к юбилею построить? Дело хорошее, но... В чем «но», а я скажу, в полной индифферентности амичей к этой, в сущности, неплохой затеи. Мэрия вроде как советовый амичей просит, и это правильно. Вот не кушайте, что дают, а сами меню и составляйте. Ну вот загогулина какая. Хочется вам, например, еще один мост к юбилею возвести. С вами согласятся и идею одобрят. Но вот деньги на этот мост вам надлежит самим и найти. Вот такой принцип наказуемой инициативы в действии. Вот может еще и поэтому в общественную приемную за три месяца работы обратилось всего 38 амичей. Народ у нас хоть с идеями, но бедный. Хотя вот, например, Омское землячество в Москве предложило за свой счет возвести памятник кадетам. А наши коммунисты готовы профинансировать установку памятника Сергею Иосифовичу Манякину. Вот ладно, будем хоть без метро к 300-летию, зато с памятниками. А вот теперь новость вторая, туристическая. Отсудила-таки Омская семья у турагентства и туроператора 340 тысяч рублей. Турагентство «Фортуна Тревел» и туроператор ООО «Лабиринт» эту семью маленько киданули. И вот за этот кидок пришлось платить. Собрались наши ребята омские отдохнуть в Болгарии. Путевочку за 111 тысяч купили. А им и говорят, сейчас же летите в Москву и в аэропорту Домодедово вам наш человек пакет со всеми документами вручит и билеты в Болгарию. И сразу из Домодедова за границу-то и полетите. Приезжает Амичев Домодедово, а вылет в Болгарию оказывается из Внуково. Ну, турфирма попутала слегка. И получился у омской семьи не отдых на золотых песках, а сплошная нервотрепка. И денежки турфирма им обратно выплатить отказалась. Вот туроператор 39 штук вернул и все. Амичев суд. А суд возьми, да и встань на их сторону. И нахлобучил судья и турфирму, и туроператора на 340 тысяч целковых. Вот в пользу пострадавших. Знаете, приятно. И это все к чему? Вот близится время отпусков. Так что, земляки, будьте бдительны. Вдруг наше турагентство не только топографии, но и географии не знают. И отправят вас вместо вот тропического Таиланда на заполярный остров Врангеля. А вот теперь новость последняя. За бабло. Выражение «бедный чиновник» перестает быть оксюмароном. Похоже, часть халявы у нашего доблестного чиновничества таки отберут. Отныне чиновник, не задекларировавший имущество за рубежом, должен лишиться своей должности. И деньги в иностранных банках ему, высокопоставленному чиновнику, иметь запрещено. Но глава путинской администрации Сергей Иванов так и заявил, иметь недвижимость за границей не запрещается. Но декларант обязан указать ее, ну это имущество, и средства, на которые он ее приобрел. За выполнение данного требования устанавливается понятная ответственность. Увольнение в связи с утратой доверия. Купил новешенький Роллс-Ройс. Записал на несовершеннолетнего ребенка и катайся, чиновник, на здоровье. Или приобрел островок в Эгейском море, записал на тещу и отдыхай в свое удовольствие. А может, стырил чуть-чуть бюджета, спрятал в Швейцарии и тоже спокоен. А вот теперь вроде как все. Посочувствуем чиновникам и порадуемся, наконец, за нас. А я вот лично знавал одного очень крупного чиновника, который и виллу в Майами имеет, и вроде как на Мальорке недвижимости торговую фирму. Но ему повезло. Он вовремя на пенсию соскочил. Теперь все приобретенное ему останется. Ну, везунчик. Впрочем, выводы делайте сами. Увидимся в пятницу. Новости будут. Даже не сомневайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...